Ну, ходят от нас сыны на войну, на войну без войны уходят. Таким символичным прологом начали свое выступление артисты Щелковского драматического театра, в котором они смогли показать, как война рвет мирную жизнь и как солдату к ней хочется вернуться. Щелковцы в гостях у видновчан не в первый раз. В День памяти и скорби они показали свою новую постановку. В этом спектакле нет ни слова неправды. То есть весь сюжет, все, что там происходит, все события, они имели место быть. Давайте не будем забывать подвиг нашего народа, подвиг наших дедов. И самое главное, чтобы это никогда не повторилось. Тематическая программа, посвященная Дню памяти и скорби, состоялась у кинотеатра «Искра». Фотографии беспертного полка наши земляки, погибшие в Великой Отечественной войне, встречали все, кто пришел на мероприятие. Маргарита Александровна Кошелева, жительница города Видное, на своем веку много повидала. Но день эвакуации своей семьи из Сталинграда не может забыть до сих пор. Это день скорби. Это, понимаете, я не могла не прийти, несмотря на то, что я плохо себя чувствую. Я не могла не прийти, потому что это такой для меня день. Я хочу, чтобы был мир во всем мире, чтобы наши дети не испытали то, что испытали мы в войну. Мы испытали голод и холод. Печальная дата начала войны отмечается в нашей стране с 1996 года. Это день памяти по погибшим. Это они ценой своей жизни отстояли родину и одержали победу над фашизмом. Хорошо, что о нем стали вспоминать этот день памяти и скорби, день начала Отечественной войны. Особенно в наше время, когда пытаются подменить понятие Отечественной войны. Именно этот день, 22 июня, будем говорить так, он стал началом конца фашизма. Именно отсюда, с наших западных рубежей, из Бреста, с Украины, с Севастополя, с севера начался его разгром. В концерте, посвященном дате начала войны, звучали песни военных лет в исполнении солистов студии эстрадного вокала районного центра культуры и досуга. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Ученик Витненской школы номер пять с большим чувством прочитал балладу Роберта Рождественского. В 41-м, в 40-памятном году прокричали репродукторы беду. Оба сына, оба, двое, соль земли, поклонились маме в пояс и ушли. Юный стец в своем выступлении выразил позицию подрастающего поколения, что никто не забыт и ничто не забыто. Многие тысячи солдат погибли в этой войне. Этот день нельзя забывать. Он навсегда останется в памяти народа. Пройдет 200 лет, 300, его будут вспоминать.